И в продолжение темы. Почти 21 тысяча жителей Ненецкого округа поставили прививку от COVID-19. Полностью завершили вакцинацию 19 834 человека. Для формирования коллективного иммунитета среди жителей региона количество привитых должно достигать 26 тысяч человек. Тему продолжит Александра Литкова. Защитить себя и окружающих, приобрести иммунитет к инфекции и так, как требуют на работе. По этим трем причинам чаще всего идут вакцинироваться от COVID-19. Борис Емельянов, например, решил поставить прививку после того, как переболел. Я в разъездах. Вот сейчас в январе ехать надо. В аэропорту принимают везде. Коваркода нужна. Ну, говорят, температура. В принципе, много знакомых, кто уже это сделал. Разные вакцины. Все как-то переносят спокойно. Ну, по температуре там денек и все. Главное, хронических никаких, чтобы не было. В принципе, от гриппа так же. Глядя на то, как в целом неплохо переносит вакцинацию знакомые, Александр Чупров тоже решился на прививку. Стало хуже, но распространение COVID-19. Ну, делали родные. Отец сделал, бабушка делала. Бабушке 90 лет. Все нормально. Жила здорово. Медики отмечают, что людям старшего возраста вакцинироваться особенно необходимо. Их иммунитет слабее. Сделать это можно после консультации со своим лечащим врачом. В редких случаях у тех, кто привился на первые-вторые сутки после вакцинации, может возникнуть слабость, общее недомогание, незначительное повышение температуры, неприятные ощущения в области инъекции. Если гражданин привился, да, и есть какие-то недомогания после первой вакцинации, ему необходимо обязательно обратиться к своему участковому терапевту. Могут быть побочные реакции незначительные. То есть незначительное повышение температуры тела до 38, озноб, ломота. Доктор посмотрит участковый терапевт и даст свои рекомендации. Если же были побочные реакции более выраженные, тяжелые, повышение температуры до 40, это является уже противопоказанием для введения второй дозы. Алексей Рочев первую дозу вакцины перенес легко. Мужчина считает, что для сокращения количества заболеваний людям нужно прививаться. Хотя бы потому, что болезнь будет протекать легче. Ну, я думаю, что чтобы прекратить вот такой массовый, значит, массовый разнос этого заболевания, из-за этого болезнь легче, если даже заболеешь. Для создания коллективного иммунитета в Ненецком округе должно быть привито 80% взрослого населения, или 26 тысяч человек. На сегодняшний день вакцинировались 21 тысяча. Что такое коллективный иммунитет? Это способность группы людей сопротивляться заражению. То есть распространение инфекции будет проходить достаточно труднее с препятствием. То есть каждый человек у нас имеет антитела, которые в дальнейшем сталкиваются с инфекцией, и заболевание будет протекать либо в легкой форме, либо в средней форме. Впрочем, стопроцентной гарантии того, что привитый человек не заболеет, нет. Среди населения бытует мнение, что смысла прививаться нет, если вакцинированные также могут заболеть и разносить инфекцию. Медики поясняют, что для формирования иммунитета вакцине нужно время. Поэтому привитым также следует соблюдать меры предосторожности. Вакцинированный человек после вакцины не может быть заразный, так как у нас вакцина инактивированная, там нет живого вируса. И вакцина не может нести в себе стопроцентную защиту. Процент имеется заражение. Если вы все-таки решили сделать прививку, для начала нужно обратиться к терапевту. В этот период не должно быть признаков ОРЗ и обострения хронических заболеваний. Вакцинация доступна всем желающим во взрослой поликлинике по предварительной записи и во Дворце культуры Арктика в будние дни с 15.30 до 19.30, в выходные с 12 до 16 часов. Также можно сделать прививку на дому, заранее позвонив терапевту. Это относится к пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.